Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Я привитый еще. Вам мало? Вам еще оформить материал? Для чего это? Просто интересно. У вас вопрос такой. Для чего это? Количество рейдов на транспорте увеличат с окончанием сезона отпусков, что грозит нарушителям масочного режима. Я своего ребенка сюда не пущу, потому что особенно в летний сезон здесь пыль стоит столбом. Мы живем в непосредственной близости от Берского шоссе. Оживленная дорога, высоковольтная линия и магазин, торгующий алкоголем. Почему для детской площадки в Первомайском районе выбрали самое неудачное место? Нужно было сперва дозвониться до сервера. И только потом, может быть, если все пойдет нормально, у вас получится воспользоваться сетевыми функциями. Ровно 30 лет назад появился первый интернет-сервер и три буквы W. Как была устроена всемирная паутина в конце 20 века? Министерство обороны России рассмотрит возможность принять участие в работе Международного форума «Технопром-2021», который пройдет в Новосибирске с 25 по 27 августа. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил на встрече с губернатором Андреем Травниковым, состоявшейся накануне. Также министр и глава области обсудили программу цифровой трансформации военкоматов. На кэшбэк за детский отдых могут рассчитывать не только родители, купившие путевки в Новосибирске. Лагеря после 25 мая, но и ранее. Программы поддержки внутренних туристских поездок по организации отдыха детей сегодня обсудили в правительстве региона. Министерство труда и социального развития области одобрило более 200 заявлений. 83 семьям уже возместили часть потраченных денег. Тема продолжит Константин Клещин. Компенсировать затраты родителей на путевку в детский лагерь в своем регионе. В этом и есть идея системы кэшбэк от правительства России. Возвращают до 20 тысяч рублей, что очень солидно. И, казалось бы, запрос на эту услугу со стороны родителей должен быть высок. Но в рейтинге регионов России и Новосибирская область по этому показателю занимает только 24 место. 200 выплат. Тогда как лидер Краснодарский край возвращает деньги тысячам семей. Сибиряки же, как выясняется, не очень грамотны. По 268 принято решение об отказе в регистрации и приеме этих документов. Основные причины отказа, ну, прежде всего, это недостоверные сведения, нечитаемые заявления с исправлениями заявления. И если не предоставляется электронный образец договора. Этим летом в загородных лагерях региона отдохнет почти 15 тысяч ребятишек. И даже ученые очень высоко оценили эффективность оздоровления, включив Новосибирскую область в пилотный проект с одноименным названием. Правда, найдены и небольшие изъяны в отдыхе ребят. Помятуя, что в Сибири лето короткое, все замечания специалистов и недочеты будут ликвидировать на следующий год. Для этого осенью проведут большое совещание с участием общественных организаций. Константин Клещин, Алексей Зубило, Новости ОТС. Детская площадка на улице Юбилейной в Новосибирске может оказаться никому не нужной. Благая инициатива становится предметом непонимания и споров жителей. Рядом оживленный перекресток, магазин, где продают алкоголь. К тому же установят ее прямо под окнами строящегося дома. Подробнее в сюжете Александра Попова. Скандал на Юбилейной улице произошел вот из-за этого клочка земли. Никто и вообразить не мог, что здесь можно поставить детскую площадку. Хуже места во всей округе не найти. Транспорт идет и пешеходы. От нее 7-10 метров должна быть детская площадка. От окна жилых и общественных зданий до детской площадки тоже 12 метров. Ни один из параметров не соблюден. Рядом оживленная дорога. Я своего ребенка сюда не пущу. Потому что особенно в летний сезон здесь пыль стоит столбом. Мы живем в непосредственной близости от Берского шоссе. Если там, не дай бог, какая-то пробка, то все машины едут через нас. В слякотной межсезонье это место полностью заставлено автомобилями. Не могут проехать, если туда дачники. Паркуются все здесь. Добавьте к этому линию электропередачи трансформаторную будку в пяти метрах от перспективной площадки. Трансформаторная будка, которая очень высокого напряжения. Понимаете, не дай бог, а и бетишки что-то сюда это сунуть, что поубивает всех, понимаете? Но и это еще не все. Напротив, единственный на всю округу магазин, который из-за нового соседства не просто вынужден будет уменьшить ассортимент, убрав алкоголь, но, скорее всего, закроется. Да, нас поддерживают в областной администрации. Вот этим летом тоже прям был разговор, что вас так мало осталось, вы молодцы, что вы держитесь. И мы держимся из-за лета. Да, мы держимся в основном из-за продажи алкоголя, качественного алкоголя, что немаловажно. Площадку эту ставят в рамках исполнения наказа местного депутата горсовета. Однако мнение жителей, судя по всему, не спросили. По крайней мере, в уличном комитете узнали о подарке только недавно. Куда хочет, туда и ставят они. Никто ничего не решает. Дорогу прошу уже 20 лет заасфальтировать. Никто, депутаты обещают нам. Зачем это все делается, я не знаю. Они не советуются ни с кем. Сами по себе приходят и решают вопросы. И ладно бы места не было, но буквально в 20 метрах зеленая зона. В 50-ти детский городок, который возвели сами жители. В принципе, можно было бы вот так ее расширить, огородить, получше ее огородить. Здесь улица у нас короткая. Она прервается, и у нас проулок получается. В ответ на наш запрос в мэрии нам сообщили, что акцион уже прошел. Скоро подрядчики приступят к монтажу игрового комплекса, качалки на пружине и одной скамейке. Но главное уточнили, что возможность изменения места размещения объекта отсутствует. Бесполезное благо, от которого уже не откреститься. Александр Попов, Алексей Зубила, новость ОТС. 29 учреждений, 19 регионов и 32 преподавателя из разных городов страны. От Москвы до Хабаровска. Все они приехали в Новосибирск, чтобы повысить квалификацию. На базе новосибирского техникума геодезии и картографии проходит курс геопространственной системы. Программа обучения по требованиям WorldSkills. Тему продолжит Екатерина Новгородцева. Работу с приборами сегодня проводят в помещении. Традиционной практике на улице помешал дождь. В зале как привычные для геодезистов и картографов приборы, так и совершенно новые, которые пока редко можно встретить в поле. Лазерный сканер – один из самых современных в мире геодезии и картографии. Для работы с ним нужен всего один человек. Управляют через планшет. С помощью этого прибора за три дня слушатели курса смогли полностью отсканировать здание колледжа и территорию вокруг и даже получить 3D-модель. Обычный тахеометр за такой короткий промежуток времени бы не справился. Одно из принципиальных положений образовательной программы – каждый должен попробовать работу с приборами, понять ее принцип и самостоятельно построить облако точек. Кроме лазерного сканера, здесь есть обычный тахеометр, роботизированный, приемники, улавливающие сигналы спутников навигационных систем. Набор функций у всех одинаков – измерить расстояние до объекта, горизонтальные и вертикальные углы, чтобы вычислить координаты точки. В основе программы лежит конкурсное задание национального чемпионата WorldSkills. Мы еще должны преподавателей со всей страны научить, как внедрить в образовательный процесс те или иные задания, предусмотренные конкурсным заданием. То есть мы должны показать, как разработать или небольшое упражнение, или практическое задание. Мы методичку написали по этому поводу. В программе пять модулей. Слушатели научатся не только работать с измерительными приборами, но и улучшат навыки работы с профильными компьютерными программами. Вот, например, задание по построению продольного профиля коммуникации. Обучающиеся должны самостоятельно создать чертеж, нанести на него все подземные коммуникации местности и обозначить, где проходит газопровод, чтобы при его починке не были задеты сооружения вокруг. Здесь каждый шаг подкреплен методическими указаниями, которые можно потом использовать у себя для подготовки других преподавателей, то есть передавать свои знания другим преподавателям, студентам. Очень большая методическая работа, проделана преподавателями. Повышает квалификацию преподавателей среднего профессионального образования. Новосибирский техникум геодезии и картографии при Сгугите был выбран одной из двух площадок этого года по итогам открытого общероссийского квалификационного отбора. Второй центр находится в Кемерове. Во-первых, они получат удостоверение о повышении квалификации нашего университета, мы структура университета. И это, так сказать, необходимые условия, то есть это не просто, с точки зрения WorldSkills, это не просто повышение квалификации в университете, а повышение в центре обучения, которое они выбрали. То есть это по их стандартам, потому что мы соответствуем не просто, как и другие 300-3000 техникум в стране, а мы соответствуем стандартам WorldSkills. Удостоверение слушатели получат по итогам экзамена. Обучение продлится до конца августа. За это время его пройдет три группы преподавателей. Всего 32 человека. Екатерина Новгородцева, Тарас Тарасов, Новости ОТС. В Новосибирске прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Если раньше некоторые нарушители просто не верили в необходимость ношения масок в людных местах, то теперь многие ошибочно полагают, что от этого освобождают вакцинации. В течение недели региональный Минтранс провел уже 10 подобных мероприятий. Об итогах сегодняшнего рейда расскажет Екатерина Радаева. Несмотря на дождь и ветер, сотрудники полиции и регионального Министерства транспорта ищут тех, кто не соблюдает масочный режим. Каждый автобус, который останавливается на Немировиче Данченко, проверяет сразу несколько инспекторов. Но несмотря на то, что такие рейды проходят регулярно, по-прежнему есть недовольные нарушители. Я привитый еще. Вам мало? Вам еще оформить материал? Для чего это? Просто интересно. У вас вопрос такой. Для чего это? Проверяют не только пассажиров, но и водителей. Тех, кто попался впервые, ждет лишь предупреждение. Ну а злостные нарушители заплатят штраф в тысячу рублей. Да, ну просто так получилось, это правда. Я первый раз слышу без маски, просто, ну, оказывал работу и все. Я точно не предполагал, что такие последствия могут быть. В конце месяца в регионе усилят контроль и на железнодорожном транспорте. Это связано с массовым возвращением граждан с каникулы отпусков. Наличие антител, наличие QR-кода, справки о методотводе и так далее, оно не является основанием для несоблюдения масочного режима. Масочный режим в транспорте – это обязанность всех пассажиров и всего персонала транспортных средств. К сожалению, констатируют проверяющие, все больше жителей мегаполиса не соблюдают масочный режим. За полтора часа сотрудники полиции составили семь протоколов на нарушителей. В целом за минувшую неделю выявили 571 нарушение. Примерно половину из них передали в суд. Екатерина Радаева, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Новосибирским художникам предложили подумать об образе первого космонавта планеты. В ЦК-19 открылась выставка, посвященная юбилею полета Юрия Гагарина в космос. Новосибирск представляет одна команда, вторая там все позаболевали у нас с ковидом. Поэтому вторую команду сняли с чемпионата. Сегодня исполнилось ровно 30 лет с появления самого первого сервера сети интернет и утверждения стандарта для страниц www. О том, как первые серверы появились в Новосибирске и о новейших разработках в этой сфере, расскажет Дмитрий Антипов. Представить свою жизнь без постоянного доступа во всемирную сеть сейчас практически невозможно. Особенно в период пандемии, когда значительная часть услуг перешла в онлайн. Однако 30 лет назад первые пользователи даже не могли представить, что доступ в интернет станет настолько простым. Интернет в начале 90-х существенно отличался от того, к чему мы привыкли сегодня. Не было ни операционных систем, ни привычных нам браузеров. Чтобы подключиться к серверу и, например, поиграть в мультиплеерный режим той же самой Doom, нужно было сперва дозвониться до сервера. И только потом, может быть, если все пойдет нормально, у вас получится воспользоваться сетевыми функциями. До появления первых постоянных серверов вся система могла работать только временно на компьютере одного из участников. Так проводили научные дебаты, общались на форумах. А в 1995 году, когда в Академгородке появился свой первый сервер, возможности расширились. Доступ к страницам можно было получать круглые сутки. Более того, стало возможным делиться целыми файлами, а телефон уже был необязателен. В командную строку можно было прописать команду на подключение с электронным адресом. Позднее уже появились первые браузеры и прообразы современных поисковиков. С приходом интернета, да, уже 1995 год наступил, началось какое-то развитие. Ну, это были 90-е, понятно, что там развитие было слабое. Но с 2000-х годов все сильнее, 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 сильнее. У нас начал наращиваться IT-кластер, который находится, по сути, в Академгородке. За 30 лет работа над инновациями ушла от создания новых технических решений к разработке программного обеспечения. В технопарке Академгородка сейчас работают десятки стартапов, которые создают полезные программы. Как пример, система оповещения водителей о пешеходах на нерегулируемом переходе. Человек выходит и в последний момент его сбивают, потому что невинно. Он наблюдает за транспортом, за машинами, за пешеходами. Он понимает, собирается ли пешеход переходить дорогу или просто идет мимо. И предупреждает водителя, у него есть там такое табло, подсветка, себры, даже если снегом дорога засыпана невинной разметки. Благодаря развитию интернета сейчас даже не обязательно быть IT-специалистом, чтобы внести свой вклад в развитие мировой паутины. Дмитрий Антипов, Борис Гладких, новости ОТС. Прямо сейчас короткая реклама, а сразу после мы продолжим. Что такое семья? Это ответственность. Получите максимум от своих сбережений. Откройте вклад на выгодных условиях для себя и своих близких. Мечтайте, планируйте, сберегайте. Снизился слух? Есть решение. Купите слуховой аппарат в Центре слуха «Видекс». Скидки, подарки, рассрочка. Красный проспект, 43. Запись по телефону 202-15-92. Полис обязательного медицинского страхования дает право на бесплатное лечение в любом регионе России. А потому, отправляясь на отдых к морю или в путешествие, не забудьте не только взять его с собой, но и проверить его актуальность. Хлопоты по организации свадьбы позади. Сейчас подготовка к путешествию. Марина взяла фамилию мужа, потребовался новый паспорт и другие документы. Готовлюсь с мужем путешествовать по России, не зная, нужно ли мне брать с собой полис медицинского страхования, если он у меня на девичью фамилию. И окажет ли мне медицинскую помощь, если у меня не оказалось с собой полисом медицинского страхования. Специалисты территориального фонда обязательного медицинского страхования перед путешествием рекомендуют проверить персональные данные и оформить необходимые документы, не забывая о полисе ОМС. В соответствии с федеральным законом об обязательном медицинском страховании полис ОМС действует на всей территории Российской Федерации. И в случае заболевания или травмы застрахованные лица имеют возможность получить бесплатную медицинскую помощь в медицинских организациях на всей территории страны в полном объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования. При выезде на отдых за пределы своего региона, того, где оформляли полис ОМС, не забывайте брать документ с собой, ведь никто не застрахован от ситуаций, связанных с получением медицинской помощи. Что касается изменения фамилии, имени, отчества и данных документа удостоверяющего личность, согласно действующему законодательству, гражданин в течение одного месяца со дня изменений обязан уведомить об этом свою страховую медицинскую организацию. В случае изменения фамилии, имени и отчества полис ОМС оформляют заново. Чтобы получить полис обязательного медицинского страхования на новую фамилию, застрахованному необходимо лично или через представителя обратиться в свою страховую медицинскую организацию с новым паспортом и с НИНС. На время оформления полиса ОМС застрахованному будет выдано временное свидетельство, которое действует до момента получения полиса ОМС, но не более 45 рабочих дней. Временное свидетельство позволяет получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе и за пределами Новосибирской области. При возникновении любых конфликтных ситуаций на отдыхе, вы можете обратиться в свою страховую медицинскую организацию, номер телефона, который указан на полисе ОМС, или на горячую линию в территориальный фонд региона, в котором находитесь. И специалисты дадут четкие инструкции, как действовать. Горячий номер лучше уточнить заранее, перед отъездом в отпуск. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Первый космонавт как муза. Сегодня в залах ЦК-19 открылась выставка «Гагарин». Сделать работу, посвященную полету Юрия Алексеевича или покорению космоса вообще, попросили как признанных, так и совсем молодых новосибирских художников. Что из этого получилось, расскажет Алексей Кудинов. Эту выставку планировали открыть в апреле к 60-летию первого полета человека в космос. Но планы поменялись, и возможность высказаться о «Гагарине» у новосибирских художников появилась в конце лета. Ликов прославленного космонавта в экспозиции несколько десятков. То он идет в космос по красной дорожке, то предстает в образе Серафима, то обнимается с инопланетянином Альфом. Где-то художники работали над образом, чтобы его очеловечить, уже спустить немножечко, как говорится, к реальной жизни, к нам, к людям. Где-то люди пространственно или фигуративно, где-то абстрактно домысливали эту ситуацию над его личностью и над все, что связано с темой космоса, Земли и вот этим первым полетом. «Гагарин» как символ, как текст, как миф. Кто-то из художников копался в своих детских воспоминаниях, а кто-то пытался снизить пафос и разглядеть в Юрии Алексеевича простого человека. Культ образа или культ некой фигуры, которая со временем из реального человека превратилась в, ну знаете, как еще один портрет, написанный по фотографии. Космос как будто бы перестал что-либо значить. Человек из космонавта, который существовал первый полет человека в космос, превратился в какой-то очень навязчивый, простой образ национального героя. От иронии в духе «Юра, прости, мы все потеряли» до вдумчивого путешествия к истокам российской космонавтики. Кураторы выставки не ставили задачи получить канонический обобщенный портрет Гагарина. Скорее посмотреть, как с этим образом могут работать десятки новосибирских живописцев, графиков, скульпторов и дизайнеров. Выяснилось, могут по-разному и с почтением, и на грани фула. Все это, правда, только добавляет штрихов к многогранному образу первого космонавта в искусстве. Алексей Кудинов, Сергей Жданов, Новости ОТС. Спасибо, что живой. Песни Владимира Высоцкого голосами фанатов и сына артиста. В Бердске сыграли музыкальную программу «Высоцкий» и песни поэта «Нейтральная полоса». Тему продолжит Екатерина Новгородцева. За инструментами пожарный повар-водитель. Сегодня они музыканты. Исполняют песни Владимира Семеновича Высоцкого. Перепеть Высоцкого идеи не было никакой. Подражать тоже. Это невозможно сделать. Сделать это по-своему, чтобы не опозорить, чтобы это было не стыдно. И программа родилась в «Высоцке песни поэта». В этом году ей пять лет. Сегодня будет вторая часть из цикла этой программы. Она называется «Высоцкий песни поэта. Нейтральная полоса». В программе два отделения. Первая часть – выступление профессиональных исполнителей. Здесь звучат не только песни Высоцкого, но и композиции о нем. Произведения, вдохновленные творчеством метро. Вторая часть – концерт ансамбля «Гелиос». Проглашенный гость – Никита Высоцкий. За кулисами Никита Владимирович делится воспоминаниями из детства и наставлениями отца. Что ум и, я не знаю, способности человеку даны не для того, чтобы обхитрить того, кто глупее, менее образован, а для того, чтобы научить им что-то. Это же вроде бы просто. И это все знают. Жить так трудно. Я думаю, что в этом смысле он воспитал не одного меня своей жизнью, своим творчеством, а миллионы людей. И продолжает это делать. Площадкой для любителей творчества Владимира Высоцкого стал Дом культуры Родина. И этот концерт точно запомнят надолго. Екатерина Новгородцева, Алексей Зубила. Новости ОТС. 7 августа в Новосибирске пройдет Кубок России по спидвею. Последний раз такие старты проходили прошлым летом, поэтому соревнования с нетерпением ждали как зрители, так и спортсмены. Наша съемочная группа побывала на тренировке и узнала, как идет подготовка к кубковым заездам. На дроме снова слышны звуки двигателей и запах моторного масла. Все потому, что уже завтра в Новосибирске пройдет Кубок России по спидвею – гонкам на гаревой дорожке. Наш город представит трое гонщиков – Сергей Караченцев, Руслан Гатьятов и Илья Кузнецов. Спортсмены проедут пять серий по четыре заезда. Победители определяют по результатам всех 20 гонок. Новосибирск представляет одна команда, вторая – все позаболевали у нас с ковидом, поэтому вторую команду сняли с чемпионата. Подготовка у нас прошла успешно, много было вызовов именно в организационном плане, но мы с ними со всеми справились. Все у нас будет хорошо, будут зрительные трибуны, что очень поддерживают. Надеемся, что пройдет все ярко и интересно. Всего в соревнованиях участвуют пять команд. Помимо хозяев выступят гонщики из Октябрьского, Тольятти и Москвы. Михаил Белов, представляющий столицу, рассказал, что в Сибирь стоит ехать не только ради соревнований, но и чтобы посвятить время тренировкам. В родной Москве, по словам гонщика, нет условий для спидвея. У нас негде тренироваться. У нас есть энтузиасты, которые готовят поле. В этом году всего два человека катаются. Их становится все меньше и меньше. По разным причинам, то есть финансовым. Плюс добираться до этой дороги кому-то 200 километров, допустим, мне, чтобы потренироваться на 200 километров. Плюс московские пробки, 6 часов пути, но не всегда можно найти временные возможности. Мы планируем немного постепенно и уверенно продвигать этот спорт в Москве. Гонка пройдет в 5 часов на мотодроме Роста. Для зрителей впервые будет организована интересная программа помимо заездов, конкурсы и розыкши с призами. Купить билеты на гонку можно прямо перед началом соревнований. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. Хороших вам выходных и до встречи. Здравствуйте. Прогноз на 7 августа. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2,7 м в секунду. Влажность 78%. Температура ночью плюс 15-17, днем плюс 21-23. В последующие двое суток будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в воскресенье и понедельник плюс 24-26. На этом о погоде все. С вами была Ольга Савельева. Отличных выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»